Он не любил, когда наполовину или когда прерывали разговор. Владимир Высоцкий 25 января отметил бы свое 80-летие. К юбилею великого советского актера, поэта, автора-исполнителя, ставшего целой эпохой, в Пинской городской библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер памяти с участием местных бардов, участников клуба авторской песни «Капля». О бессмертном творчестве, которое любят и чтят миллионы людей, наш следующий материал. В этот вечер в зале нет свободных мест. Почтить память легендарного артиста в день его рождения – особое желание каждого. 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80. Он ушел из жизни рано, в 1980 году. Минуло без малого 40 лет. Только вот его стихи, его песни не стареют. Его творчество продолжает жить, продолжает звучать. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть в связи одной с тобой, там поймешь, кто такой. Идея организовать в городской библиотеке литературно-музыкальный вечер памяти Высоцкого с одноименным названием «Мне есть что спеть» принадлежит пинским бардам, участникам клуба авторской песни «Капля». Программа представляет собой своеобразный рассказ о судьбе поэта, жизни и творчестве через его бессмертные произведения и песни. Здесь раньше вставала земля на дыбой, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьи едят свитерей. Недавно буквально в российской прессе услышала такую фразу, что многие люди уже ставят Высоцкого в такой ряд, как Пушкин, Маяковский, Лермонтов. Как признают великого русского поэта. Я очень согласна с этим, я считаю, что так и есть. Это в большей степени поэт, в большей степени, потому что так, как он поет, никто никогда не повторит. Это гениально. Это, конечно, настолько разноплановый и удивительный автор, что объять все его творчество просто невозможно. Да, это уже не первый вечер, который мы устраиваем. Мы организовывали юбилейный вечер Митяева. Есть у нас в планах организовать Булата Акуджавы в мае этого года. Вот сейчас к юбилею Высоцкого решили собраться. Здесь очень доброжелательная публика. Администрация, библиотеки всегда очень радушно к нам приглашают на разные вечера. И мы всегда очень рады прийти и попеть вместе песни, потому что песни эти все на слуху. Люди их знают. Каждая песня – небольшая история со своей драматургией, с характером. Исполнять Высоцкого, признаются музыканты, непросто. Непросто передать то сокровенное, что скрывалось за отчаянным, хриплым криком великого поэта и музыканта. И крутой просвет, больше риска, больше веры, опоздаешь так и есть, ты проветрил светло-серый. Для меня Высоцкий – это моя юность. Это первая моя гитара во дворах песни Высоцкого. Потому что он, конечно, человек эпоха, он пел, он слагал историю нашей страны под гитару. Все судьбы наших людей – это Владимир Высоцкий. Поэтому царство имени небесное и спасибо ему за наши песни, за его песни для нас, для народа.